Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Корм для животных и арт-объекты. Что можно сделать с засохшей елкой? Осмыслить, понять всю глубину предстоящих преобразований и начать действовать. Какова реакция региональной власти на послание Владимира Путина к Федеральному собранию? Госархив показал Ульяновскую область в уникальных документах и фотографиях. Осмыслить, понять всю глубину предстоящих преобразований и начать действовать. С таким предложением Сергей Морозов обратился к активу регионального отделения Общероссийского народного фронта. Губернатор попросил помочь общественную организацию усилить контроль над реализацией национальных проектов. Глава региона также заявил, что ОНФ станет ключевой площадкой по разработке приоритетных проектов для поэтапной реализации послания президента. Это особое квотодоверие региональному отделению Общероссийского народного фронта. Это повысит производительность и дисциплину и степень ответственности за проведенные мероприятия. Полагаю, что в том числе общими усилиями, консолидацией этих усилий мы придем к общему положительному результату. Губернатор встретился с активистами в правительстве, где еще раз акцентировал внимание на основных положениях, которые звучали в послании Путина. Как и глава государства, Морозов начал беседу с демографией поддержки семей. Самая большая ценность нашей страны – человеческий капитал, отмечает губернатор. Сейчас в регионе действуют 33 меры соцподдержки для семей с детьми, 25 из которых – областные. Хотел бы обратиться к вам с просьбой помочь правительству провести тщательный мониторинг наших мер поддержки, понять их эффективность и по результатам давайте вместе подумаем, в том числе о каких дополнительных мерах поддержки семей с детьми могли бы с вами проговорить. Глава региона попросил Общероссийский народный фронт посмотреть глазами народа, а не чиновников на проблему нехватки ясельных групп в регионе. Президент в послании раскритиковал низкие темпы строительства детских садов для самых маленьких по всей стране. Морозов поддержал реформу в материнском капитале. В частности, речь идет о финансовой поддержке при рождении первого ребенка. Почти 467 тысяч начнут получать женщины, родившие уже в 2020 году. Сергей Морозов поручил не обижать рублем в регионе те, кто родился чуть раньше. Давайте мы тоже вместе подумаем о некой такой вот региональной программе материнского капитала, которая захватывала бы и часть 19-го. Как минимум, чтобы людям было менее обидно. Я поэтому просил бы Александра Александровича подумать и извесить все за и против о том, как нам вот эту региональную программу распространить на 19-й год. Присоединиться к совместному контролю губернатор попросил активистов движений в части оплаты труда для бюджетников. Проблема, которую в послании президент заявил достаточно громко. С учетом того, что президент объявил, что новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсации, здесь будет создана специальная такая вот подгруппа, которая еще будет более широко смотреть не только здравоохранение, но и образование. Поэтому посмотрите, если у вас будет желание войти в состав этой подгруппы. В свою очередь каждый из общественников доложил о текущей ситуации по выполнению нацпроектов. Итоги общественного контроля неутешительны, особенно что касается безопасности и качественности дорог, ведущих к соцусереждениям. Только в областном центре Народный фронт проверил пути к 23 школам, и все они не выдерживают никакой критики. Паспорты безопасности не приведены в соответствие. Лукавство было первое. Это мы только по семи школам посмотрели. Обратились в Министерство образования и в Управление образования. Друзья, проанализируйте, пожалуйста, по всей области, для того, чтобы привести в соответствие паспорта безопасности. Сергей Морозов просил разобраться со всеми вопросами в кратчайший срок, но главное, как отмечает губернатор, чтобы о всех изменениях знали люди. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Не заявлять, а выявлять. В Ульяновской области появятся новые меры поддержки семей. Вопросы помощи семьям обсуждались на заседании Демографического совета. Егор Титов подробнее. Многодетной семье Залилов воспитывается три дочери. Старше пять лет. Младшая родилась в ноябре прошлого года. В этой семье внимательно слушали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, ведь большая его часть касалась вопросов семейной политики. Залиловы уже успели воспользоваться многими льготами, представляемыми в стране и регионе, и считают, что нововведения станут важным по спорям семейному бюджету. Мы погасили ипотеку. 450 тысяч, то есть это большой плюс. То, что сертификат нам дает 100 тысяч. Тоже мы планируем погасить ипотеку. Двухкомнатная квартира взята в ипотеку в новом микрорайоне Репина. В молодом районе сдан лицей номер 101. Готовит сквот в эксплуатацию детский сад. Своей квартирой Залилову принимали дорогого гостя, губернатора Сергея Морозова. Вкусно, нет? Потом мне дашь. Мне тоже не дашь. Куфра. Куфра. Так. Дай, я тогда ее съем. А ты вот это попробуй. Да, вот это. Ну ты, а вот тоже. Пробуй. Вопросы помощи семьям обсуждались на заседании Демографического совета, который прошел в здании строящегося садика. Глава области напомнил собравшимся, какие меры стимулирования рождаемости предложил президент. Действие материнского капитала продлено до 2026 года. Он вырос и будет вручаться с рождением первого ребенка. Семьи с детьми до 7 лет начнут получать дополнительные выплаты. А учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. В 2005 году все, кто занимается семейно-демографической политикой, говорили, что наша главная национальная, региональная цель – это сбережение народа. Взяв за основу слова Солженицына. Сбережение, преображение, улучшение жизни наших земельков – вот именно это и является тем приоритетом, которому, как минимум, я все свои годы работы губернатором, мэром посвятился. Всего в области действует 25 региональных и 18 федеральных мер поддержки семей. Пожалуй, столько нет ни в одном регионе. И круг областных льгот расширяется. С лета мамы до 25 лет, родившие первого ребенка, смогут получить по 100 тысяч рублей. А с января этого года семьи, собравшиеся строить дома, смогут получить по 300 и 700 тысяч рублей по капиталу семья. Важным обстоятельством стала отмена критерия нуждаемости. С нового года начали вручать подарки новорожденным. Самым главным проектом в 2020 году будет организация службы семейных консультантов. Это сложнейший процесс, когда семейные консультанты, собственно, работают на территории всех муниципальных образований. И уход от системы заявления, от заявительной системы, когда в социальную службу приходит семья, к навоявительной системе, когда мы понимаем, что вот сейчас этой семье надо помочь. Озвучил губернатор и ряд предложений, над воплощением которых будут работать в ближайшее время. В детских садах может остаться плата только за питание. Губернатор привел примеры Ульяновска и Димитровграда, отменивших плату за проезд для школьников. Им должны последовать другие муниципальные образования. А муниципалитеты, которые уделяют семье наибольшее внимание, могут быть поощрены грантами. Гайдаровский форум по традиции собирает ведущих, экономистов, ученых, политиков и представителей глобальной бизнес-элиты, к идеям которой прислушивается власть. По второй день форума Сергей Морозов участвовал в экспертной дискуссии, государственный служащий, гражданин, профессионал, личность. А также подписал несколько соглашений. Развитие цифровых технологий продолжится. Во второй день Гайдаровского форума в Москве Сергей Морозов подписал ряд выгодных соглашений, в том числе с производственной фирмой СКБ «Контур». Компания – главный разработчик программного обеспечения, а сотрудничество предполагает внедрение и эффективное использование информационных и коммуникационных технологий. Совместная работа в первую очередь позволит упростить работу с документами, их обработкой и хранением. Уже сейчас опробованы пять пилотных проектов по электронному документообороту в Ульяновском, Целининском, Кузоватовском, Старомаинском и Чердокринском районах. Итогом совместной работы станет полное масштабирование проекта на все муниципальные районы области. Кроме этого, о сотрудничестве договорились Ульяновские корпоративные университеты компании «Эрнст энд Янг». Стороны займутся продвижением образовательных программ в регионе, в том числе созданием кадровой базы. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ. На нижней террасе построят современную поликлинику для всех возрастов. Данный вопрос крайне актуален, ибо в микрорайоне учреждением здравоохранения обслуживается почти два десятка тысяч человек. Решение о строительстве нового корпуса поликлиники на нижней террасе Заволжского района было озвучено губернатором Сергеем Морозовым в начале года. Необходимость в новом здании назрела уже давно. Старые непригодны, со стен обваливаются штукатурка, течёт крыша, висит проводка. Следующий вопрос – сформировать проект строительства и выбрать, какой именно вариант медицинского учреждения необходим. За ответами на эти вопросы большая ульяновская делегация отправилась в соседнюю Самарскую область. В посёлке Придорожный уже три года работает поликлиника нового образца. Мне лично понравилось, что больница находится полностью под одной крышей. И дневной тационар, и детское отделение, и физпроцедурные кабинеты, и так далее, и так далее. То есть под одной крышей – это большой плюс в экономии и, конечно же, в средствах. В здании площадью 7 тысяч квадратных метров обслуживают 17 тысяч человек. Причём первичная помощь и приём узких специалистов ведётся как для взрослых, так и для детей. В поликлинике есть своя котельная, транспортная подстанция, дневной стационар, женская консультация, аптечный пункт. Плюс ко всему работает электронная очередь, так что в коридорах не толпятся недовольные пациенты. «Очень хочется, чтобы у нас поликлиника на Нижней тоже появилась такая же, поскольку наша сейчас просто головная боль для всех нас. Когда заходишь, хочется плакать и не хочется лечиться там. В этой поликлинике, конечно, очень понравился уровень врачей. Это кабинеты, очень хорошие кабинеты, просторные, оборудование современное». Ульяновская делегация, в которую вошли медики, депутаты, жители района, увиденным остались довольны. На Нижней проживает 28 тысяч человек. Всем им нужна комфортная поликлиника. «Проект очень современный, которым использованы все современные технологии. И если будет принято решение о строительстве, мы, конечно, обязательно постараемся сделать, ну, по крайней мере, не хуже». На данный момент уже разрабатывается проектно-сметная документация. По словам представителей Министерства здравоохранения, строительство учреждения займёт около двух лет. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Ульяновцев призывают не мусорить во дворах, и выкидывать ёлки на специальные мусорные площадки для крупногабаритного мусора. Оттуда их заберут специалисты на мусороперерабатывающий завод, где в дальнейшем утилизируют. Вот и закончились новогодние праздники. А это значит, что пришло время избавляться от новогодней ёлки. Ульяновцам к этому вопросу нужно подойти сознательно и выкидывать ёлку не там, где придётся, а на специальные контейнерные площадки. После празднования Нового года, Рождества и Старого Нового года на улицах города появляется огромное количество пожелтевших и осыпавшихся елей. Люди оставляют отработанных лесных красавиц где попало – у подъездов, на детских площадках, у мусорных баков недалеко от дома. На практике получается, что такой новогодний мусор может кочевать на территории города и портить его облик до следующего года. Мало того, пожелтевшее препятствие на дороге обязательно станет травмоопасным для детей, пожилых людей и братьев наших меньших. Как отмечают специалисты Министерства природы и цикличной экономики области, в этом году сбором ёлок и елей занимаются все официальные региональные операторы. Прокатившись по нескольким адресам, заполненная до краев машина отправляется на мусороперерабатывающий завод. Там ёлки сбрасывают специальную дробилку, которая вырабатывает до 50 тонн древесины в час. Немецкая техника за секунды превращает дерево в кучу опилок. Происходит процесс дробления и затем они отправляются на биокомпостирование для производства технического грунта. Есть ещё один путь – это коммунальные артообъекты. Такие площадки мы уже делали. Одна из таких площадок два года стоит на улице Ленина. На просторах интернета можно найти много полезной информации по способам утилизации ёлки. Однако некоторые умельцы вообще не советуют выбрасывать дерево. Хвоя может пригодиться в корм различным домашним животным, а ствол дерева можно распилить на несколько частей и из полученных кругляшей сделать бордюр для цветочных клумб, к примеру, на даче. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда.ТВ Больше трёх тысяч спортсменов-разрядников, семь мастеров спорта СССР и России, 36 кандидатов в мастера спорта. Это заслуга почётного гражданина Ульяновской области Жанны Лобановой. Работа в Комитете солдатских матерей «Сыновья» заставляла Жанну Борисовну пропускать через сердце страшное материнское горе – потеря ребёнка. Умение прийти на помощь, выслушать, дать точку опоры в жизни, стать победителем в своём виде спорта. Подробности у корреспондентов Демград-24. Работа в Демитровграде, тогда ещё в Меликесе, для Жанны Лобановой началась в конце 50-х годов прошлого века. Сначала тренер, а затем и директор спортивной школы, которая сейчас носит её имя. Жанна Борисовна отдавала много сил для развития спорта в городе. Через её руки прошли тысячи мальчишек и девчонок, получив путёвку в жизнь. Многие связали её с профессиональным спортом. Когда мы праздновали её восьмидесятилетие, здесь был полный зал. День рождения у неё – 31 декабря. И мы так волновались, что в этот день, когда все семьи готовятся к Новому году, мало кто придёт. Но не было свободных мест. Пришли все для того, чтобы поздравить её с этим праздником. В 1976 году в спортивной школе открылось отделение греко-римской борьбы. Более 20 воспитанников ушли тогда на войну, которую мы вспоминаем с болью. Многие не вернулись. Вот тогда-то Жанна Лобановой стала одним из учредителей Комитета солдатских матерей – сыновья в Димитровграде. Есть люди, их немного таких людей, которые настолько болеют за дело, настолько они во всём этом пропускают всё это через себя, всегда старают. Они абсолютно неравнодушные. Их беспокоит даже любая мелочь в том деле, которую они делают. И мнения, и технические моменты. То есть, ну, абсолютно всё. То есть, вся подноготная того дела, которое они ведут, любят, они горят, скажем так, вот этим делом. И вот Жанна Борисовна, она всё-таки вот из той категории людей. Имя Жанны Лобановой носит сегодня спортивная школа, в которой она проработала 43 года. Она стала ещё и моей крёстной мамой. Поэтому все свои сейчас поступки, всю свою работу я сверяю, я советуюсь и всегда думаю, как бы она к этому отнеслась. Понравилось бы ей это или нет. Спасибо ей большое. Спасибо, Жанна Борисовна. Ты достойный гражданин города Димитровграда, почётный гражданин Ульяновской области. Мы все этим гордимся и всегда вспоминаем тебя с добротой и душой. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для УПРАВДА ТВ. К 77-й годовщине Ульяновской области Государственный архив подготовил выставку, посвящённую развитию нашего края и основным вехом её истории. Подробности в нашем материале. Выставку Государственного архива Ульяновской области открывают экспонаты, которые рассказывают об исторических событиях, происходивших в нашем крае в XVIII веке. Здесь можно увидеть самый первый герб Симбирска 1780 года и указ того же периода империатрицы Екатерины II о наместничестве, когда наш город впервые стал административным центром. Также в экспозиции есть указ её сына Павла I об образовании Симбирской губернии. Далее следуют экспонаты 20-30-х годов, когда Ульяновская область была частью Средневолжской и Куйбышевской областей. В тот же период Симбирск был переименован в Ульяновск. Это отражает газета «Пролетарский путь». В годы войны в стране возникает сразу несколько областей. И по словам архивистов, Ульяновская область была образована самой первой. Мы здесь показываем и тот указ 1943 года, 19 января, по которому из 24 районов Куйбышевской и двух районов Пензенской области, возникла новая область в Российской Федерации – Ульяновская. Кроме того, в экспозиции представлены неосуществленные проекты, фотографии середины 20-го века, где запечатлены виды города и люди, которые жили и трудились на благо региона. Допустим, в 1947 году на выборы в областной совет среди кандидатов представлены у нас здесь их портреты и биографии. Аркадий Александрович Пластов, будущий академик живописи, наш великий художник-земляк, у которого тоже в январе день рождения. И Федор Максимович Пенков, работник сельского хозяйства, который в следующем 1948 году станет героем социалистического труда за достигнутые успехи в продукции сельского хозяйства. 1966 год для Ульяновской области был очень значимым. Об этом свидетельствует представленный на выставке указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля о награждении нашей области орденом Ленина. В толстом деле также подшито множество других указов о награждении различными орденами и медалями ульяновцев в самых разных областях. Интересен альбом с фотографиями, где автомобиль УАЗ показан в разных ситуациях. В последней витрине висит, казалось бы, обычная карта Ульяновской области за 1972 год. Но если приглядеться, то можно рассмотреть красные линии, соединяющие Ульяновск с населенными пунктами различных районов. Так была показана система местных авиалиний. Таким образом, на выставке можно увидеть, чего регион добился за годы своего развития. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова